МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем контактировать с россиянами. Об этом сегодня в нашей программе. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, я Ольга Белова. Я Андрей Норкин. Это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня на выезд кандидатов на пост президента США исполняется 70 лет. Ведущие американские политики утверждали, Дональд Трамп вылетит из предвыборной гонки на первых же этапах. Однако эксцентричный миллиардер уже вышел на финишную прямую и практически не отстает от своей главной соперницы, Хиллари Клинтон. Но и к юбилею Трампа судьба преподнесла ему зловещий подарок. После субботней бойни в гей-клубе в Орландо выяснилось, что многие предвыборные речи этого кандидата оказались почти пророческими. Вот что Трамп заявлял в прямом эфире информационных каналах прямо во время разворачивавшейся драмы. Давайте послушаем. Я говорил, что подобное произойдет рано или поздно, потому что наши лидеры слабы. И дальше будет только хуже и хуже. Все, что я хочу, это безопасность для нашей страны, для наших граждан. И многие люди согласны со мной. Мы больше не можем позволить себе роскошь быть политкорректными. Мы должны прекратить прием людей в нашу страну из Сирии. У нас их уже тысячи. Таких, как Амар Матин в Америке, проживают тысячи. Я напомню, что в ходе стрельбы на честном клубе в Орландо погибли 50 человек. Еще 53 получили ранения. Напавший на посетителей террорист-одиночка оказался этническим афганцем. А ответственность за всю эту бойню взяла на себя запрещенная организация ИГИЛ. Майкл, вот обычно после таких трагедий значительно увеличивается количество людей, которые, ну так скажем, склонны к каким-то радикальным мерам. Они их поддерживают. Да, ну это понятно, в общем-то. Вот после этой трагедии, как изменится расклад сил? Как-то эта трагедия повлияет на расклад сил? Да, его рейтинг подскочил. Трампа? Да, и его рейтинг подскочил после последнего теракта в Калифорнии. То есть большинство американцев считают, что он предлагает самый лучший вариант для борьбы против терроризма. Хотя этот вариант очень простой, очень упрощенный. Это фактически путинский вариант замочить сартирии. Так может, люди этого ждут именно? Он предлагает мало деталей. Он считает, что надо просто замочить и все. Так может быть, люди устали от этих постоянных разговоров и хотят действительно, чтобы террористов мочить? Они устали, но проблема террористов гораздо сложнее. Одну секунду, мне кажется, Марк не согласен с Майкл. Да, извините меня, Майкл, но наоборот. Этот террорист напоминает избирателей, что Трамп не имеет темперамент быть президентом Америки. Просто напоминает людей, что он очень безрассудный, грубый, вулгарный, невежественный. Я думаю, что это не помогает его шансам. Хорошо. Это не совсем так, чтобы смехать немножко американскую реальность. Американская реальность состоит в том, да, этот человек мусульманин, иммигрант, расстрелял людей. Но здесь демократы могут отыграться. Каким образом? Он же расстрелял людей не из рогатки. У него была винтовка автоматическая. И это встает вопрос, опять же, то, чего давно добивался Обама и все демократы. Ограничение свободной продажи оружия в США. И сейчас вопрос в том, что будет превалировать. Слова Трампа о том, что это иммигрант, или слова Обамы о том, что республиканцы все... Давайте пока с Трампом, Обаму чуть попозже. Да, Трамп, да. Республиканцы все связаны с крупнейшей лоббистской организацией в США. Называется Национальная стрелковая ассоциация, которая лоббирует свободную продажу оружия. Любой республиканец имеет с ней отношения, в том числе и финансовые. И сейчас вопрос в том, смогут ли демократы в ответ обвинять Обамы. А вот можно я спрошу как раз, продолжу вашу мысль. Сейчас, одну секундочку. Вот, Майкл, а какая риторика в Америке сейчас будет ближе людям? Это именно борьба с радикальным исламизмом или запрет на вот такую свободную продажу оружия? А вот это, Гоми, не мешает. Это будет борьба против того и другого. Но придется выбрать между чем-то. Нет, почему? Надо бороться против терроризма. И надо бороться, я считаю, что надо бороться против этого типа оружия. Это военное оружие. То есть проблема в свободной продаже оружия. И доступ к этому оружию. Зачем военное оружие людям? Зачем они что? Это называется гражданское стрелковое оружие. Другое дело, что, если я правильно помню цифры, значит, население Америки составляет приблизительно 4% от населения земного шара, а на руках у американского населения 42% всего стрелкового оружия. Но больше 300 миллионов пистолетов, автоматов. Итак, в начале избирательной гонки Трамп активно обещал американцам подружиться с Россией. Но по мере того, как миллиардер набирал очки и приближался к статусу главного кандидата от республиканцев, его риторика начала меняться. Давайте сравним. Я был в Москве два года назад и скажу вам, с этими людьми можно иметь дело и даже очень неплохо ладить. Путин завершает то, что мы начали. Если Путин хочет бороться с ИГИЛ, так не мешайте ему. Но позвольте вам признаться, я понятия не имею, что будет, Билл. Возможно, мы поладим, возможно, нет. У вас есть кнут на случай, если Путин окажется безрассудным, каковым его и считают? У вас есть кнут? Ну, у нас всегда есть кнут. Если мы не сможем заключить отличную для Америки и хорошую для России сделку при моей администрации, то мы быстро встанем из-за стола переговоров. Я добавлю еще одно заявление. Не так давно Трамп предложил сбить российский самолет, который пролетел над кораблем Дональд Кук. Напомню, что американское военное судно шло прямым курсом к нашему Калининграду, и это заявление осудили даже в Пентагоне. Я считаю, что внешняя политика США не изменится принципиально в случае избрания Трампа. Потому что надо понимать, кроме того, что Трамп это не царь, а он, так сказать, зависит от большинства в Конгрессе, еще один факт, социология, 75% американцев отрицательно относятся к Путину. Это связано со многими причинами, там не любят людей, кто 15 лет у власти, там как-то два срока принято править. Тише, пожалуйста. Но при этом Путин не является главной проблемой восприятия американцев. Главными проблемами являются ИГИЛ, Иран, Афганистан. Вот это главные проблемы. Соответственно, Трамп проводит довольно разумную такую электоральную стратегию кетч-оу. То есть он, с одной стороны, хочет взять себе 25%, которые относятся к современному российскому руководству положительно, с другой стороны, он не может отталкивать 75%. И он говорит общие слова, что мы договоримся, но я, конечно, буду следовать из интересов Америки и так далее. А что Клинтон-то мешает так же говорить? У нее-то более однозначная позиция. Клинтон у нас в 2008 году, будучи госсекретарем, занималась, помните, была такая у нас, так сказать, как там, разрядка была. Перегрузка. Перезагрузка, да. Перегрузка, которая была, да. И, в общем, первоначально никаких личных конфликтов у Клинтона, там, ни с Путиным, ни с кем, ни у Обамы не было. Значит, что касается... Какой процент, я не могу понять. 70 Гэллопа, смотрите, опрос Гэллопа, посмотрите. Например, я знаю, что по социологическому срезу, да, что наоборот, 45% американцев поддерживают политику Путина. 75% отрицательно относятся к Путина. Нет, я, например, если уж мы с вами тут начали в покер какой-то играть, я могу свой Гэллоп привести. Я точно знаю, что 75% населения США, это опрос Института Гэллопа, считают свое собственное правительство коррумпированным. Они крайне негативно к нему относятся. Майкл, у вас-то есть какой-нибудь свой Гэллоп? Свой Гэллоп есть какой-нибудь карманный? Нет, я вас, знаете, о чем хочу спросить? Меня всегда интересовало. А вот как очки у Трампа меняются в зависимости от того, какая риторика у него? Когда он говорит, что надо дружить с Россией, или наоборот, что Россия – это главный враг? Вот как у него меняется? Нет, Россия играет очень маленькую роль в предъявленной кампании и Трампа, и Климпу. То есть вы считаете, что в принципе это не влияет, да, вот эта риторика на внутреннего, так сказать, пользователя? Вы подобрали все его реплики за уже целый год по поводу России. Это все, это пять штук. Это были все реплики, других не было, да, вы хотите сказать? Я так думаю. То есть Россия не фигурирует. Ну подождите секундочку, сейчас. Не надо оболшаться, что Трамп думает днем и ночью о России. Я говорю, пять реплик, и все. Вообще не надо оболшаться по поводу... То есть российская риторика на американского избирателя, она в принципе так особо не воздействует. ...важна, особенно сейчас, после терроризма. Какая Россия, когда терроризм прямо на американской территории? Вы о чем говорите? Да у него вся предвыборная кампания стоит на дружбе с Россией, и народ Америки прекрасно все понимают, что только с дружбой с Россией они непосредственно наведут у себя порядок и поднимут экономические свои возможности. Дональд Трамп, беседуя с американскими журналистами, заявил, что он поддерживает антироссийские санкции. Вашингтон-Пост из этих слов сделала вывод, что кандидат Трамп не будет возражать против антироссийской пропаганды, если, конечно, победит. Дело в том, что Госдепартамент в бюджете на следующий год запрашивает еще больше средств на информационную войну с нашей страной. Давайте мы с цифрами ознакомимся. Тише, пожалуйста. Итак, в этом году 83 миллиона долларов выделено на поддержку независимых изданий антироссийской направленности в Южной и Восточной Европе. 15,5 миллионов Госдепартамент перечислил на опровержение заявлений Кремля в англоязычной прессе. 7 миллионов пошло на информационную войну с Россией в социальных сетях и блогах в интернете. И самая главная цифра, которую мы здесь не нарисовали, а вот для того, чтобы я ее сейчас эффектно озвучил. Для борьбы с ИГИЛ 6 миллионов долларов. А Майкл продолжает утверждать, что Россия неинтересна рядовым американцам. Я хочу сказать, как в старом анекдоте, слова информационной войны нет в Госдепе. Майкл, это вот обычно Андрей у нас такие вещи говорит, потому что часть тела имеется, а слова не имеется. Она есть, но слова нет. Ольга, это называется мягкая сила. Да вы можете называть это как угодно. Цифры в данном случае говорят сами за себя, понимаете? Называть это можно как угодно. Я думаю, что Россия должна повысить эту статью в бюджете. А где российская... Хорошо, все-таки, если посмотреть на эти траты, получается, что холодная война, она не заканчивалась? Вот вы что мне скажете? Не заканчивалась. И я думаю, что мы обращаемся немножко. Потому что если, ну, мы уже говорили об этом, если Трамп придет ко власти, что это Россия выгодна. Трамп это кот в мешке. Мы не знаем. Критика как раз не кот в мешке. Мы знаем, что она хочет продолжать вот эту активную внешнюю политику. Кажется, что Трамп это манна небесная для России. Он предлагает тот вариант, который... Нет, смотрите. ...который очень важен России. Тише, тише, тише. Его программа это America First. То есть он, в отличие от Клинтона, он считает, что США не могут решать все проблемы, мировые проблемы. Вот этот подход. Клинтон очень раздражает Россию. Можно я вопрос по поводу холодной войны и дружбы? Прежде чем мы сейчас вам дадим возможность послушать одного американского политика. У меня всегда складывалось впечатление, что после Второй мировой войны, вот, ну да, такой, не знаю, самый понятный всем пример нашего сотрудничества с Америкой. Потом наши отношения всегда, склады нашего Советского Союза и России лучше складывались с республиканцами. Вот то, что говорил сейчас Сергей Борисович, когда он имел в виду встречу Никсона и Брежнева, да, потом был Рейган с Горбачевым, потом был Буш-старший, потом был Буш-младший. А это все республиканцы. Ни с одним президентом-демократом ничего такого не было. Кеннеди был Карибский кризис, извините, война, чуть война не началась. При Билли Клинтоне была Балканская война, бомбардировки Сараева. Андрей, проблема в том, что Трамп не настоящий республиканец, он не настоящий. Он больше похож на Обаму, вот в чем парадокс. Он больше похож на Обаму, он предлагает продолжение политики Обамы, отступление от мирового лидерства. Вот Майкл, вот Майкл великолепную вещь сказал. Если придет Клинтон, он будет продолжать политику. Ну скажите, ну и что хорошего? Они будут продолжать вот эту свою политику, которая тащит их в тупик. Она уже сильно запутала Америку, Америку ненавидят в мире. Америка, сами они говорят, Америка слабая и так далее. Ну вот что важно. А теперь насчет того, какой Трамп республиканец. Лучший республиканец это Трамп. Вот в чем дело. По крайней мере в нашем понимании. А если это не так, то мне жалко республиканец. Непримиримые противоречия. Возможно преодолеть или нет, которые сейчас сложились между нашими странами? А можно что? Непримиримые противоречия. Ваша формулировка, в принципе, такая американская. Непримиримые противоречия. Дружба и сотрудничество, конечно, возможно. Какое? И на каких условиях? Ну, это очень сложный вопрос. Подождите минуты. Марк, вы алкогольные напитки употребляете? Мало. Мало? Ну, в принципе, для начала многое не нужно. Но можно сесть, налить. Разговор пойдет, нет? А, ну что? Мой русский громад, извините меня. Просто у меня нет достаточно слов, право объяснить. Так, хорошо. Ну, то есть, можно, но очень сложно. Майкл, помогите Марку. Просто доверие, это очень хрупкая вещь. Когда нет доверия, это автоматически ограничивает область сотрудничества. Так начните доверять нам. И Сирия, это прекрасный пример. То есть, есть общий враг, но кто в лес, кто под рва. Это все равно, нет доверия между нами. Поэтому мы будем бороться против общего врага, но отдельно будем. Это факт. Вот скажите, пожалуйста. К сожалению, это факт. Мы в чем, факт, вот какой факт, в чем мы Америку по Сирии обманули. Началось с того, что мы придумали историю с химическим оружием. Что все хороши? Что все хороши? Я имею в виду, оба стороны подорвали это доверие. Это факт. Поэтому нужно время, я не знаю, время вылечить. И вас по поводу Сирии вы хорошо сказали. Посмотрите, Россия реально показала всему миру, да, что была проблема. Мы зашли, мы эту проблему решили, и мы ушли. Американские войска и все остальные до сих пор находятся там. Почему? Потому что вы яро показываете, что вам неинтересна сама проблема и суть решения. Вы как пиявки присасываетесь, вытаскиваете все недра, все ресурсы, и потом кидаете на произвол судьбы государства. Это место встречи на НТВ. Сегодня мы говорили о кандидате на пост президента США Дональде Трампе. Ему, напомню, сегодня исполнилось 70. Нужно подводить итог. Итак, можно ли верить Трампу, изменится ли что-то в отношениях Москвы и Вашингтона, если он придет к власти, Майкл? Не факт. Трамп, он непредсказуемый, он всплывчивый и он горячий. Один пример. Он угрожает сбить российский самолет. Если будет еще одна провокация. Я вас уверяю, что если, не дай бог, будет сбить самолет, Россия будет любить Трампа, как любит Эрдогана. Точно так же. Понятно. Спасибо.